Всем здравствуйте! Скандал с семьей Алексея Баталова разразился после заявления о потерянном наследстве актера. Якобы вдова артиста Гетана Леонтенко и ее больная ДЦП дочь Мария стали жертвами мошенников. В обмане женщины обвинили своих друзей Наталью Дружину и Михаила Цилина. По словам вдовы, супруги переписали на себя недвижимость и забрали деньги Баталову. Сложную ситуацию обсуждает вся страна. Андрей Малахов и Дмитрий Борисов регулярно посвящают свои эфиры этому скандалу. Но если изначально все сочувствовали Леонтенко и Маша, то со временем в пострадавшей стороне накопились вопросы. Неожиданным поворотом стали защитники Цилина и Дрожина. Совершенно посторонние люди призывают не навешивать на супругов ярлыки. Одним из них стал Антон Бикужев. Молодой человек стал гостем шоу «Пусть говорят» и поделился своими мыслями о скандале. Вот уже около полугода я внимательно наблюдаю за конфликтом вдовы Алексея Баталова с Натальей Дрожиной и Михаилом Цилиной. Именно поэтому с большим интересом принял участие в обсуждении данной темы в студии программы «Пусть говорят» на первом канале. Если честно, я не люблю вешать ярлыки на людей, поэтому всегда одергиваю тех, кто делает поспешные выводы и называет Цилина и Дрожина мошенниками и эфиристами. Все-таки подобный вердикт должно вынести следствие, так что нам всем следует дождаться вердикта суда, отметил Антон. Очевидно, что Цилин и Дрожина – люди достаточно тщеславные. На мой взгляд, им нравилось быть на виду, находиться в центре внимания. Отсюда и стремление дружить с артистами, появляться на всевозможных публичных мероприятиях. Мне кажется, Наталья Дрожина, которая не сумела построить громкую карьеру в кино, очень хотела стать звездой экрана. И как мы видим, сегодня ей это удалось. Теперь Михаил Цилун и Наталья Дрожина – настоящие звезды, чьи именно они сходят с полостаблоидов и эфиров различных программ, заключил Антон. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok